В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из Аталяши Ратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Рост в кризис. Фармрынок Башкортостана показывает поступательную, положительную динамику. В поддержку предпринимателей бизнес, участвующий в международных выставках, может претендовать на субсидии. И работать за бесплатно. Долги по зарплате в Башкортостане с начала года увеличились в три раза. Розничный рынок фармацевтики Башкортостана вырос за последний год на 5%. Об этом говорят сами представители отрасли. На увеличение объемов повлияли несколько факторов, среди которых импортозамещение и девальвация рубля. Также эксперты указывают на положительную роль госпрограммы «Фарма-2020». В прошлом году на нее выделили в целом по стране порядка 10 миллиардов рублей. В этом планируется еще 11 миллиардов. Средства идут на закупку отечественных препаратов и дальнейшую передачу их льготным категориям граждан. Представители аптечных сетей Башкортостана заявляют о том, что препараты российского и импортного производства на полках распределяются в соотношении 50 на 50. Конечно, на фоне того, что ряд мелких игроков, не выдержав конкуренции, ушли с рынка, но достаточно хорошо развиваются крупные игроки, наблюдается рост рынка. И даже не в связи с инфляцией, с ростом цен, а вообще идет и органическое развитие. Мы наблюдаем у всех крупных сетей. Представители малого и среднего бизнеса республики, которые планируют участвовать в российских и международных выставках, могут претендовать на получение субсидий. Конкурс будет объявлен в июне. Средства из бюджета предусмотрены на покрытие части затрат выставочной деятельности, но не более двух третей. Максимальная стоимость компенсации – 100 тысяч рублей. Документы будут приниматься Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Субсидируются только прямые затраты. Это затраты, связанные, например, с арендой выставочных площадей, с заключением каких-то договоров, затраты, связанные с печатной продукцией, рекламной, с выставочной продукцией. Но туда нельзя включать затраты, связанные с переездом, например, с гостиничными какими-то услугами. Именно то, что непосредственно связано с выставкой. Как отметили в фонде, по опыту прошлых комиссий, средняя величина субсидий на покрытие затрат по выставочной и ярмарочной деятельностям на одного предпринимателя составляет 30 тысяч рублей. Сейчас к информации о курсах валют, установленных Центробанком на завтра, и доллар, и евро дорожают. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 67 копеек, 67,04. Европейская валюта дорожает на 80 копеек, и завтра будет стоить 75,26. Лучшие обмены и курсы на сегодня – покупка доллара в банке «Финам» за 66,70, продажа в Центркомбанке за 67,20. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке «Финам» за 74,80, по продаже в Бинбанке и МДМ-банке за 75,39. Долги по зарплате в Башкортостане выросли с начала года почти в три раза, до 8 миллионов 800 тысяч рублей. Служба статистики республики проанализировала ситуацию с 1 января по 1 мая этого года. Так, по данным Башстат, в такую сумму оценивается общая задолженность в пяти организациях перед почти половиной тысячей работников. Объем долгов увеличился по сравнению с 1 января на 5,5 миллионов рублей. Сложная ситуация по выплате заработной платы возникла в предприятиях здравоохранения и лесной промышленности. Контроль за выполнением обязательств возложили на профильные министерства. По данным Росстата, в России задолженность на 1 мая составила 4 миллиарда рублей, снизившись на 9,5% по сравнению с апрелем этого года. Основной объем задолженности дают два предприятия республики. Это издательство Башкортостан и Юрмашевский завод металлургических конструкций. Рост просроченной задолженности вызван отсутствием у организации собственных средств, уменьшением объемов производства, снижением заказов, а также наличием дебиторской задолженности. То есть предприятие, где имеется задолженность по зарплате, находится под особым контролем как на уровне республики, так и на уровне муниципалитетов. Ну и вот правительство Башкортостана отчиталось о своих доходах. За 2015 год в целом официальные суммы стали значительно меньше. Как следует из документа, доход Рустема Морданова составил более 4,5 миллионов рублей. Годом ранее сумма была больше 5 миллионов 600 тысяч рублей. В 2013, когда Морданов еще возглавлял Нацбанк Башкортостана, его годовой заработок составлял порядка 11 миллионов. Заместитель премьера Владимир Нагорный задекларировал 3 миллиона 700 тысяч рублей. Чуть меньше 3,5 миллиона рублей руководитель аппарата правительства республики Элшат Тажиддинов. Заместитель премьера Дмитрий Шаронов указал доход в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Вот его супруга, к слову, по итогам прошлого года, стала официально самой богатой супругой члена правительства с доходом в 6 миллионов 300 тысяч рублей. Заместители главы Кабмина Марат Магадеев и Салават Сагитов задекларировали по 3 миллиона. Наименьший доход у министра Руслана Мерсояпова – 2 миллиона 700 тысяч рублей. К этому часу о новостях все. Далее мой коллега Равиль Ватолин – дело.